Хотел бы я сюда прийти и вам показать процедуру подбора красок. Это хорошая тема. Но я сегодня вам показываю немножко другой вариант. О том, как человек живет. Сможете ли вы жить так? Давайте проверим. Вот сейчас он приезжает сюда. Вот так приезжает тот, кого по сути можно отнести к лучшим. И что он может себе позволить? Отличную Toyota Vitz. Из разряда машин не гниющих и честно лучших в правом руле. Но почему не идеал отмеренно? Просто он видит результат. Все естественно ломается. Но дешевле и проще восстановить японца. Но есть человеки, которые восстанавливаются годами. Это же что-то вы не придумали. Да, вот это кровать, коляска. Она трансформируется. То есть тут ставится бортик, тент, колеса, ручка. И мы с этой коляской гуляем где-нибудь. Вот в Крыму гуляли в этом году. По набережной, везде, вообще без проблем. А ей в Крыму понравилось? Да, в Крыму ей очень понравилось. А в Магнитогорске он все-таки здоров? Магнитогорск нам тоже очень нравится. Несмотря на то, что люди там, кто-то недоволен, я вам хочу сказать, что в Магнитогорске замечательный воздух, замечательная обстановка. И вообще город очень замечательный. То есть мы приехали на работу, и этого не должно было бы быть. А можно ли это сделать? Как вы думаете? То есть мы будем говорить, что вот так вот каждый день сюда приезжаете, да? Да, каждый день, кроме воскресенья, мы с Аней работаем. Я верю в Бога нашего всемогущего. Но извините, мы последователи Адама и Евы. И это шутки ДНК приводят к рождению мальчиков с кривыми руками, аутистов, людей с болезнью Дауна и детский церебральный паралич. Но я люблю детей наших, и люди, обиженные жизнью, в душе лучше нашего. Тут вариант прост. Вы вкладываете в дитятка силы, средства и эмоции, а что взамен, а что здесь, и это видно легко. Вы любите их, и они это чувствуют. Причем эти чувства видны сразу. Да, человек занят подборкой красок. Но вот вам правило. И что он делает? Неоднократно. Более 20 участков для подбора красок он сконструировал сам. И нигде вы не чувствуете химии, потому что все выдувается сразу же. Просто зайдите и посмотрите. Вам все равно, рано или поздно, нужно будет краску покупать. Так зайдите и посмотрите. Нас и мама плетет. Но чаще я плету. Потому что у мамы тоже там ягодни. Ну, что тебе, не смешно что ли? Сейчас Анька будет красивая. С косичкой. С резиночками. Да, смешно тебе что ли? Вопрос такой. Вы в Бога верите? Да. Бог вам дает возможность жить? Бог о нас печется каждую минуту. И только благодаря Богу мы смогли, несмотря ни на что, жить, можно сказать, полноценной жизнью. У нас-то все было нормально. У нас беременность хорошо протекала. Мы стояли на учете в женской консультации. На седьмом месяце беременности мы еще и в роддом начали ходить на всяческие обследования. Но только жадность человеческая, как это правильно называется, коррупция, привела вот к такому случаю. Потому что первую мы рожали по контракту. У нас все было хорошо. Нас пригласили на следующие роды. Мы туда пришли, в 17-й роддом города Москвы. Ну, нас во время беременности переубедили. Вернее, уговорили, чтобы мы договор не составляли. А так просто после родов 70 тысяч отдали вот доктору. И типа все будет так же само. Вот. А в итоге вот результат. Потому что он бросил нас в самый ответственный момент. Вернее, он приехал, сказал мне, что все хорошо, чтобы я ехал домой, когда я жену свою привез. А оказывается, он следом за мной уехал. Она там сидела, два часа умирала, ждала его. И никому из врачей других не подходило, пока не упала в обморок. Прямо в коридоре. Вот результат. Есть люди, которые просто исчезают, да? Родили такого ребенка и папу маму уже нету. Так ли это? Или вообще есть ли смысл существовать и брать себе этого ребенка? Ну, многие просто не могут выдержать вот этого всего. Вот этого... Это же жизнь у человека в одночасье просто с ног на голову. И ну, такое потрясение только, наверное, с помощью Божьей можно выдержать. Вот. Вот так грамотно вы получаете лучший вариант. Может кто-то сделает лучше, может и нет. Но сюда приезжают те, кто хочет, чтобы их машина дышала. По сути, ценники не велики, краска одна из лучших. И покрытие в разы меньше. Но тут думать вам, господа, владельцы, мы немного займемся другим делом. Поговорим о том, что опытный отец не бросит свою дочь. Вот такой. Они же болеют дети. И пневмония у них это железобетонное правило. Да, такие дети это у них любое, любая мелкая простуда или еще что-то подобное. И это моментально переходит в пневмонию. Так как ребенок на зондовом питании, это у них постоянная проблема. Поэтому у меня вот вот такой мебулайзер, физраствор и мирамистин. Самая простая формула. Один к одному смешиваешь, четыре раза в день ингаляция и до антибиотиков у нас дело не доходит. Мы в этом плане как это сказать, продвинулись очень далеко. В принципе, это могут быть обыкновенные люди, так же мебулайзер, ингалятор, не булайзер. Да. И никаких антибиотиков не нужно. А почему бы и нет? ну просто надо начать это делать заблаговременно. То есть, вот мокроты у нее пошли, там, допустим, зеленого, желтого цвета. За этим надо следить постоянно. И как пошли желтого или зеленого цвета мокроты, все, мы начинаем делать ингаляцию. Дня за четыре мы ее вытаскиваем спокойно. Раньше у нас это все заканчивалось лежанием в больнице, когда мы еще в Москве были, когда она еще маленькая была, еще до года. И антибиотики, и те же ингаляции, только еще и с пульмикортом, который очень недешевый. И, ну, в общем, от него говорят, пользы не очень много. Ну, в смысле, от него последствия, говорят, что бывают. Вот. Поэтому вот эта формула уже восемь лет мы антибиотики ей просто не доводили до этого. Один из вариантов работы, да? То есть, вы занимаетесь покраской автомобиля, всем нужна окраска железобетона, да? Но когда у тебя ребенок, вот допустим, мы говорим об удовольствии, ребенок рад к тебе, потому что у меня тоже есть ребенок, поверь мне, и не всегда он то, что дает мне. То есть, я в него полностью отдаю все свои силы с ними. Но я вижу, что этот ребенок постоянно рад. Он видит, что ты с ним занимаешься? Ну, знаешь, ребенок не постоянно рад, да? Скажем так. Она тоже живая, ей когда-то нравится что-то, когда-то не нравится, когда-то у нее свои желания. Но просто мы с ней уже понимаем друг друга с полуслова. Допустим, я занимаюсь работой, да? я встаю там и начинаю сказку ей читать про Айболита. Вот. Ну, примерно так. Добрый доктор, Айболит, он под деревом сидит. Приходи к нему лечиться и корова, и волчица, и жучок, и червячок, и медведица. Всех излечит и исцелит добрый доктор Айболит. И пришла к Айболиту лиса. Ой, меня укусила оса. И пришел к Айболиту барбос. Меня курица клюнула в нос. И прискакала зайчиха и закричала. Ай, ай, мой зайчик, мой мальчик попал под трамвай. Он бежал по дорожке и ему перерезала ножки. И теперь он больной и хромой. Маленький зайка мой. И сказала Айболит, не беда, подавайте его сюда. Я пришью ему новые ножки. И он опять побежит по дорожке. Аня музыку любит. Причем любит живую. Она не любит, если ей магнитофон включить, она такую музыку не любит. А любит, чтобы это было живо. То есть живое. Вот оно, настоящее. У нас для этого здесь пианино есть. Электро. Вот. Аня любит, когда я играю. Она иногда даже требует это. «Музыка» 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 Вопрос номер два. Финальный вопрос. Рано или поздно, к сожалению, жизнь придет. Что будет дальше? Кто будет дальше неизборниться? ну тут уж как бог положит мы же не знаем чья раньше пройдет я позже но у нас и мама есть у нас и еще есть у нее сестрица сестрица старшая брат есть то есть мы говорим о том что все равно даже если вдруг нас не будет за ней присмотрят ну конечно вряд ли и кто-то бросит просто мы так в семье поделились да ну как бы за детьми всеми надо смотреть у меня их трое жена старшую дочь и младшего сына воспитывает целиком она на себя их взвалила на мне аня и я рад что мы так все это обустроили потому что иначе это очень тяжело все совладать собрать чтобы это все жило чтобы это все никому не надоедало и как-то не знаю тяжело на самом деле но мы справляемся то есть давайте объясним даже в вашей ситуации жизнь продолжается да причем довольно таки очень даже неплохо то есть у нас нет печали прям таких до первые годы были самые сложные очень сложные вот они были сейчас это вообще уже прям это просто сейчас тогда было очень сложно то есть мы объясняем вам что также просто может быть и у вас вы никто не застрахован от этих забыть и правильно да да тут главное принять это все посидеть подумать как с этим жить и пытаться так всякую а потом она сама по себе и устроиться да кто еще может а кто не спился кто живет вместе с дочкой кто вот кто это большая работа больше чем моя однозначно сколько энергии сколько стараний и честно я думаю что немногие становятся такими отцами немногие сколько делается и будет делаться когда говорят брось но это жизнь в разы больше чем удовольствие от трат денег вы видите дитя любящего вас а много ли таких я сам поверьте далеко не идеал но видя такое передумываю все что было человек работает человек заботится и лечит вот как жить надо вот как так